Вы сегодня будете удивлены, когда услышите то, что я сделал последние несколько дней. Я выступил там, где обычно никогда себе выступать не позволял. На конференции по инфобизнесу. Здравствуйте! С вами снова Николай Танский, создатель движения Настоящий Успех и Академия Настоящего Успеха. И я признаюсь, я очень рад, что я согласился на то предложение, которое сделал мне мой ученик и выпускник годовой программы бизнес-наставничества «Платиновая группа» Влад Челпаченко из Санкт-Петербурга. Он позвонил мне и сказал, Коля, я хочу тебя пригласить выступить на моей конференции «Питеринфобиз», которая стартует на корабле в Санкт-Петербурге, проедет до Хельсинки, из Хельсинки отправится в Стокгольм, из Стокгольма в Таллинн и потом вернется обратно в Санкт-Петербург. Прямо сейчас мы находимся в Таллине. А почему я никогда не хотел выступать на конференциях по инфобизнесу? По одной простой причине. Те, которые я видел на русскоязычном пространстве до сих пор, все они были направлены на то, чтобы научить вас сжать правильно кнопки. Или, другими словами, научить вас тактикам и фишечкам. Почему я всегда был против? Да потому что, если вы знаете только, какую кнопку нажать, какую кнопку на сайт куда поставить, форму разместить и какие триггеры использовать, вы сами думать не учитесь. Но здесь, на Питер Инфобиз, получилось то, что превзошло все мои ожидания. Все спикеры. Я, Мария Саладар, Кристина Мяндлакняни из компании Майнвэлли из Малайзии, Дмитрий Богданов, Игорь Граф, Влад Челпаченко, Евгений Попов. Все говорили, как будто бы сговорившись, хотя у нас не было первичной, предварительной об этом договоренности. О фишках вообще никто на этой конференции не говорил. Но о чем говорили? О том, как думать правильно. И кажется, Дмитрий Богданов об этом сказал, что вне зависимости от того, где вы находитесь сейчас в бизнесе, рано или поздно вам придется научиться думать по-новому. Так, почему бы не начать сразу то, чем бы вы не занимались, не с того, чтобы шишки набивать, не с того, чтобы за другими людьми по чужим следам ходить и просто слепо все тупо повторять, что делают другие. Почему бы не начать с того, чтобы начать думать правильно? Я называю это образ мышления. Большинство людей неправильно понимают концепцию моделирования. Моделирование чаще всего сводится с копированием. Копировать, вставить или копипейст или копикат, как в английском языке называется. Здесь на конференции эти несколько последних дней, путешествуя по Балтийскому морю, мы снова и снова и снова говорили о том, что успех в жизни, успех в бизнесе, в отношениях, в деньгах, в карьере предопределится не тем, что вы знаете сегодня, какую фишку нажать, кнопку поставить на сайт, какую тактику вы будете использовать, а то, как вы будете думать. И один из лучших способов научиться правильно думать, это найти людей, которые уже находятся там, где хотите находиться вы. И не смотреть, что они делают, а задавать себе вопрос, почему они это делают и как. Я вам приведу простой пример. И, кстати, эта проблема существует у каждого из нас с детства. Мы с рождения программно в голове устроены так, чтобы за родителями повторять то, что делают родители. И мы часто никогда не подвергаем сомнению, а правильно они это делают или неправильно. Даже часто люди, вырастая в бедной семье, скорее всего, будут бедными и всю оставшуюся жизнь, потому что так они научились жить и повторять за родителями. И очень малый процент людей может вдруг понять, что мне не нравится то, как живут мои родители. Я буду делать по-другому. Если моя семья была бедная, я стану богатым. Если папа с мамой постоянно ругались, я создам лучшие отношения к своей жизни. Я помню, как я сидел на заднем сидении автомобиля «Волги». Дедушка ехал из Черкасской области в Киев. Только что мы заехали на склад, и дедушка напаковал полный багажник красивыми белыми ящиками яблок. Из белой шлифованной доски. Это были специальные подарочные наборы ящики с яблоками. И он ехал куда-то к чиновникам. В правительство, в Верховный Совет, куда-то еще. В Академию наук, в Министерство аграрно-промышленности, кажется. А я сижу и думаю, вот подрасту я. Я же ведь не аграрий. Я яблоки не выращиваю. У меня нет сотен гектаров садов. У меня нет склада, где я могу круглый год, в том числе и зимой, набрать ящики и привезти их людям. Как же я буду жить? Я не хочу быть садоводом. Я не хочу быть агрономом. Я не хочу связывать свою жизнь с яблоками. И я помню, я мучился несколько, наверное, месяцев, если даже, может быть, и не пару лет, как я вырасту и буду жить. Я изначально уже хотел копировать то, что делает дедушка правильно, но не задавался вопрос, а зачем он это делает. И только когда я понял, что дело вообще не в яблоках и не в ящиках из белой доски, а в том, что нужно отношения создавать, а для этого может быть миллион других способов, я понял, что мне не нужно становиться садоводом. Мне не нужно иметь свои сады и ящики из белой доски. И если я понимаю, что для успеха в жизни нужно поддерживать отношения, устанавливать связи, взаимодействовать с другими людьми, помогать другим людям, то это может быть абсолютно все, что угодно. И я хочу вас призвать, даже я хочу вам бросить вызов, если вы сейчас что-то начинаете, и вы смотрите за успешными людьми, и вы думаете, если я пойду за ним и буду шаг за шагом повторять все то, что делает он, если у вас есть эта тенденция, если у вас есть этот соблазн, я хочу вам бросить вызов и попросить вас, не делайте слепо то, что делают те люди, на которых вы хотели бы быть похожи. Поэтому остановитесь и посмотрите еще раз внимательно на те примеры успешных людей. И вместо того, чтобы бежать и слепо за ними повторять, задайте себе вопрос, почему он сделал это? Для чего у него это? И вы удивитесь, но очень скоро вы начнете этот образ мышления перенимать. А соответственно, вы сами сможете правильное решение принимать, и уже независимо от того, в каких вы находитесь обстоятельствах. Вчера мы сидели в моей каюте, в VIP каюте, собралось 15 человек для VIP мероприятия здесь на Питер Инфобиз. И я говорю на примере, смотрите, если бы я просто тупо копировал своих наставников и тренеров, как они проводят тренинг, я мог бы посмотреть, как проводить тренинг, например, у нас сейчас здесь 15 человек или 18. Вот я бы посмотрел, как мой учитель проводит тренинг на 18 человек, и я бы увидел, что он делает, но не задавал вопрос, как и почему. А потом условия изменились, и вместо 15 и 18 человек передо мной оказался бы зал 200 человек. То, что работает на 15 человек, на 200 человек уже не работает. И если бы я попытался использовать фишечки и тактики того маленького пространства, в большом пространстве я бы потерпел фиаско. Но если я буду смотреть, как мой учитель взаимодействует с аудиторией, как он приветствует аудиторию, с чего он начинает, какие вопросы задает, что он хочет понять во взаимодействии с аудиторией, какие процессы в начале, в средине, какие в конце, тогда я смогу уже сам правильно подумать, и мне будет уже все равно. Но следующая моя аудитория будет 20 человек, или 200 человек, или 2000 человек, потому что я научился думать. Я очень рад, что конференция по инфобизнесу «Питер Инфобиз» оказалась очень большим, по крайней мере из моего опыта, исключением. И вместо тактики, фишечек мы говорили исключительно о том, как правильно думать, чтобы успешный бизнес строить. И не только в инфобизнесе, а вообще, если вы взаимодействуете с людьми, если у вас есть товары, если у вас есть услуги, как самым наилучшим образом сделать их доступными для людей по всему миру. В общем, не ищите тактики, не ищите фишечки, а учитесь думать правильно. А для этого ищите людей, которые уже думают правильно, и следите внимательно за ними, задавайте вопрос, почему они принимают те или иные решения, и развивайте свой новый, принципиально новый образ мышления. На этом я сегодня с вами прощаюсь, и до встречи в следующих подкастах. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok